Здравствуйте, меня зовут Валерий Сазановский, и сегодня я вас научу готовить настоящие французские десерты. Передо мной коробка макарон, за которой охотилась пол Киева. Это лимитированная серия, которую мы разработали совместно с Сашей Дергаусовой. Привет, Валера. Привет, Саша. Мы сегодня будем снова макароны готовить? Нет, сегодня мы с тобой сделаем карамельно-шоколадный тарт. Для этого нам с тобой понадобится 50 грамм масла, 100 грамм сливок, приблизительно 80 грамм сахара и 120 грамм шоколада. То есть мы делаем рецепт из двух частей. У нас карамель, потом шоколадная начинка. Для того, чтобы сделать карамель, нам нужно сотейник, нам нужен сахар. А что это такое? Внутри? Нет, вот сотейник ты склал с волосы. Сотейник это кастрюля с ручкой. А, я поняла. Сперва у нас должен растопиться сахар. Как только у нас сахар растопился, мы можем мешать. Процесс карамелизации начинается от 140 градусов. А как ты будешь знать? Цвет пойдет. Цвет смеси? Да, цвет пойдет от 140 градусов. Чем больше ты делаешь градус, тем больше у тебя будет вкус жженой карамели. Так вот, как только у нас дойдет до 160 градусов, померить мы будем лазером. Наверное, ты хочешь померить себе температуру? Нет. Он же опасен, нет? Нет. Можно, да? Конечно. Тело можно? А как это делается? Нажимаем. Давай я на тебе проверю. Все, 33 градуса. Пока что. У меня тоже 33, такого не может быть. Поверхность кожи холоднее, чем утром. И? И сейчас мы доведем это до 160 градусов, отставим в сторону, и нам нужно с тобой растопить масло с сливками. Пока ты можешь сюда все закинуть. Я справилась. Молодец. А можно я стрелять? Конечно. Стреляй, проверь тебя. И мы еще рядышком поставим наши сливки с маслом. 150, 160. Вау. Сейчас мы понемножку будем тушить с тобой. У нас растаяли сливки и масло. Самая очень важная часть, то, что мы не сразу заливаем, а по чуть-чуть. Мы тушим. Можно я что-то буду пробовать? Да. От вас. Ну, если хочешь, давай. Давай, давай, ты лей по чуть-чуть. По чуть-чуть? Да. Вообще. Чуточку. Давай, 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 давай. Стоп. Видишь, как мы с тобой вместе готовы? Вау. Давай, давай, давай. Она чернеет. Это нормально? Стоп. Конечно. Во Франции все любят карамель от 170 градусов. У нас почему-то живет 140-160. Причем я раньше вообще не любил жены. Давай, давай, еще. Видишь, у нас карамель. Давай, все-таки. Все уже? Да. Добро, да? Да. Теперь подготовь нам 4 тарта, выложи их в ряд, пожалуйста. Можно на поверхность, да? Да. Так. Мы с тобой зальем половинки. А можно я это сделаю? Конечно. Только очень будь аккуратно горячей. Ай-яй-яй, горячая. Давай, 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 давай. Только половинку. Я, конечно, боюсь. Лей, лей-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стоп. Да, уже это, конечно, непросто. Все. Все? Да, молодец. Справилась. Давай, заберу. Да. Держу. Что? Теперь оно должно остыть, а мы с тобой делаем паровую баню. Это сотейник с водой. Паровую баню? Да. Что это такое? Сотейник, вода. Полный сосок. Сотейник, это так. Кастрюлька с водой. Да. Мы берем кастрюльку. Наполняем на приблизительно одну треть. Смотрим, что подходило нашим. Отлично. Рассказываю еще раз про очень важную фишку с шоколадом. Так. Скипятили воду. Так. Выключили. Поставили шоколад. Там расплавится. То есть, если ты будешь продолжать греть его, он весь сгорит, расслоится и будет невкусно. Теперь второе наше действие. Мы с тобой берем чистый сотейник. Так. Переливаем туда сливки. У меня сегодня такие сложные задачи, я смотрю. Карамель сварила? Сварила. Молодец. Так вот. Мы с тобой кипятим сливки. Опять кипятим? Да. И заливаем в растопленный шоколад. Так, прекрасно. После этого начинаем смешивать. Делаем это все в три приема. Тоже не спеша. Нельзя сразу закинуть и смешать. Смешать. Так, первое сейчас надо освободить плиту. Да. Ты у нас по зажиганию плиты. Ммм. Сейчас покажи шоколад. Классно. Так же так. Не бойся. Можно, да? Конечно, смелее. И за счет того, что капли, он равномерно и плавно и быстро тает. Вот это вообще секрет классный. Ну да. А где его можно купить? В домашних условиях ты можешь пойти в супермаркет и взять любой шоколад. И как я бы где-то кружочки купила? Без кружочков. Режешь плитку ножом. А, просто на мелкий кусочек. О, смотри. Молодец. Сливки вскипели. Да. Теперь три приема. Давай раз. Так, ты смотри, мне не облей. Я платье, знаешь, какое красивое. Я готовилась. Это была моя. Так, и нужно прям смешать. Смешать, смешать. Сейчас у нас будет образовываться ганаш. Видишь? Когда молоко... А ганаш это молоко с шоколадом? Когда у нас сливки соединяются с шоколадом, у нас получается ганаш. Угу. Это то, что, например, у нас в макаронах. Посередине. Класс. И он должен остаться блестящий и однородный. Так, вот третий прием, конечно, слишком много. Нормально. Да? У тебя все получится. Это мы отставляем. Я прям кулинаром стану. Ты же поэтому и пришла ко мне в гости. Мне бы борщи научиться варить, знаешь как? Все, почти готово. У нас, кстати, будут свои мастер-классы в The Cake, так что приходи. Осенью открываемся. Вы прям будете именно готовить, учить готовить? Да, конечно, обязательно. Обязательно. Все. Теперь заливай второй слой. Ага. Так. Держи. Держу. И полностью однородно, да? Да. Ой-ой-ой. Надеюсь, карамель еще не застыла. Надо заливать, заливать, заливать. Заливать прям до конца, а он сейчас потечет. Не потечет. Все, теперь второе. Ой, первый не получился. Так, хотелось. Ага. О, боже мой. Ничего страшного, давай дальше. Нам не хватит на четвертый с такими размахами. Один всегда тестовый. Так. Тут чуть-чуть. Ну, видишь, из-за жары карамель не устала. Вот, кстати, там только свадьба получается, допустим. Кухня не выходит, видишь? Ай-яй-яй-яй-яй. Для этого у тебя есть я. Чего ты такая расстроенная? Ну, у меня как-то не очень красиво получилось. Это из-за того, что у нас в студии очень жарко, и карамель не успела загустеть. Ну, все равно, значит, я плохой кулинар. Нет, ты не плохой кулинар. Да? Как только загустеет карамель, у тебя на кухне не будет такой жары. Ты заливаешь просто второй слой шоколада. На самом деле, я, наверное, тартов под 50-100 перепортил, пока у меня получились красивые. Так что это еще отлично, да. Окей. Мы потом подмарафетим с тобой, конечно. Давай, давай. Что мы с ними дальше делаем? В холодильник. Так, я открываю, да? Открываю, помогай мне. Да. И сколько надо ждать? Ну, где-то час в холодильник. Ух ты, классно. Да, в домашних условиях идеально все получится. Здорово, я теперь умею, во-первых, растапливать шоколадные секреты, и вообще, как готовится карамель. Кипятислистая. Увидилась моя мечта, наконец-то. В общем, спасибо тебе огромное, я тебе буду уметь готовить это блюдо. Обращайся. Приду и попробую через месяц. Договорились. Давай через два, тогда у меня сезон заканчивается. Ладно. Спасибо. Спасибо. Ну что, я тогда поехала? Давай, я через час заеду к тебе с готовыми тартами и угощу. Класс. Будешь радоваться. Конечно, я тоже. Окей. Все, что мы тогда, да? Да, наговорились. Пока-пока. Еще одна женщина научилась готовить благодаря Валерию Сазановскому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok